После матча в пресс-конференция главный тренер команды «Шинник» Вадим Владимирович Ефсеев. Вадим Владимирович, Ваши комментарии, Ваши резюме по сегодняшнюю матчу? Я готов на вопросы отвечать. Есть вопросы? Какие резюме? Игра закончилась. Какой резюме? Проанализируйте еще. Нет ощущения, что немножко рано начали. Здравствуйте, я в этот сезон очень холодно. У кого? У нас. 22-го играли кубок как раз. Можно уже начать в январе. Нет, по игре нужно вопрос. Я не хочу на этот вопрос отвечать. Я же тренер футбольной команды, а не составитель календаря или еще что-то. Что скажете по сегодняшнему матчу? Насколько игра получилась сложной, напряженной и действительно... Получилось максимально боевой. Вот какое Ваше мнение по тому, что происходило? Мы стараемся играть. Это раз. Второе. Мы долго готовились. Мы уехали 14 января на сборы. До сих пор у меня футболиста еще кто-то не видел. Ни пап, ни мам, ни детей, ни жены. Кому-то приезжали на сборы, а так мы еще никого не виделись. Поэтому у многих, наверное, было в голове еще родных, близких увидели. Поэтому об игре сложно что-то говорить. Довольно-таки открытая игра и с нашей стороны, и с Родины. Мы практически, не сказать, что у нас ничего не получалось в первом тайме, но я скажу, по такой погоде, по такому полю, хотя отлично поле для этого времени. То есть нормально играли. Соперник использовал свои моменты, эпизоды. Я имею в виду 11-метровые. Поэтому что тут можно сказать? Кто их реализовывал, тот выигрывал. В втором тайме показалось, что Ваша команда играла более содержательный футбол, чем в первой. И Вы сделали тройную замену, если я не ошибаюсь, которая во многом чуть и не перевернула игру. Ну, футбол же, как в этом и заключается, мы проигрывали. Нам надо что-то было менять. Перерыв, внесли корректировки. Это же всегда так бывает. Когда команда проигрывает, значит, она начинает больше двигаться, больше никакого нового. Ничего нет. Надо бороться, выигрывать, борьбу, подборы. Нам удалось это сделать. Сравняли счет. Но больше, как бы не разума у нас было, а у нас было больше времени после счета 1-1. Больше такого... Именно разума не хватило, чтобы спокойно, спокойно провести эту часть и не сразу пытаться забить второй мяч более. Поэтому соперник нас пытался и выходил быстро от атаки. Имел моменты, как в первом тайме, так и во втором. Мы, по крайней мере, не отсиживались в обороне. Пытались тоже играть. Поэтому, наверное, и на этом поле, и погодные условия нормальные для работы, для игры. Результатом мы недовольны, конечно. Концовка игры, заключительный вопрос. Шинник устроил такой, можно сказать, даже штурм ворот Родины. Мы, наверное, разную концовку с вами смотрели. Мы штурм не устроили, потому что мы 5 минут не могли в центр поля перейти. Потом были мы очень много навесов в штрафном. Не было навесов. Раз, ну, концовку с вами, смотрим, вы, наверное, там положились, а мы на поле. Спасибо. Концовка нам не удалась. Спасибо. До свидания.